что куда зачем здравствуйте вы на канале золотое яблоко это рубрика что куда зачем меня зовут анна еременко я являюсь экспертом по декоративной сервировки друзья и сегодня мы с вами будем сервировать новогодний стол я вам покажу несколько концепций новогоднего стола и мы с вами отойдем от традиционного видения новогоднего стола все-таки впереди нас с вами ждет год кролика и давайте от этого немного поиграем потому что новогодний стол это не всегда обязательно красная скатерть золотая посуда и вся атрибутика нового года на столе иногда мы можем показать какие-то особенности наступающего нового года и через посуду как в нашем случае и через декор и много других разных деталей так погнали и так что же мы с вами выбрали для нашего новогоднего стола из всего ассортимента золотого яблока наш выбор с вами пал сегодня на посуду liberty джонс посмотрите какая роскошная посуда это у нас великобритания и здесь есть много разного декора и это мы тоже будем использовать с вами сегодня и так первый декор у нас и первая тарелочка это вот такой потрясающий print floral да еще одна тарелка будет использоваться с таким высоким бортиком кстати такая тарелка сейчас становится наверное одной из самых универсальных тарелок в сервировках объясню почему потому что сейчас все бьются за универсальность я думаю что вы тоже с этим сталкиваетесь когда хочется в одну тарелку и салат и горячее и даже возможны и суп и первое почему бы и нет и многие рестораны тоже пришли к этому то есть это и универсально это и модно это очень сейчас трендово тарелки с высоким бортиком соответственно да и экономично и еще вот такая тарелка у нас здесь коллекция античная и согласитесь она настолько уютно выглядит тут я даже не могу передать у меня она ассоциируется с такой хижинкой хоббита очень красивая коллекция тоже и мы и сегодня также будем использовать друзья на новогодние сервировки представляете и так новогодняя сервировка что нас и под собой подразумевает конечно же мы будем с вами сегодня разговаривать и про сам куверт о том как правильно расположить тарелку на столе да и про декор естественно потому что на какой новогодний стол без цветов елей без свечей тех же самых и так обо всем по порядку я сейчас держу себя в руках вот такую тарелку очень мне она нравится и вы сами тоже видите что на ней присутствует рисунок мы располагаем всегда рисунок относительно гостя лицом к нему чтобы гость когда садится за стол то тарелочка как бы смотрит на него да и она находится строго по линии посередине места где сидит гость а еще есть один лайфхак тоже вам расскажу что если вашему гостю очень сильно понравилась тарелка и она расположена абсолютно правильно то если он ее перевернет то вот этот лейбл он окажется ровно перед гостем попробуйте это очень интересная игра мне не терпится начать уже с вами сервировать этот стол начинаем мы с основной тарелки если вы заметили как я беру тарелку я никогда не беру тарелка чтобы мои пальцы касались самой тарелки это тоже очень важно обращайте внимание тарелочку мы берем за борт итак располагаем около нашего гостя 1 тарелку при этом друзья тоже обращайте внимание что тарелка ни в коем случае не должна свисать со стола а также сильно быть подвинутой от края стола поэтому мы ее располагаем здесь и как правило измеряем все что у нас есть под рукой то есть рукой мы можем померить одинаковое расстояние одну фалангу или вот так вот ширину пальца до край стола у нас расположена тарелка все разобрались с этой стороны тоже сделаем такую же историю одна тарелочка и 2 следующее что нам интересно помните я вам говорила про вот эти красивые универсальные тарелки да у нас будет с вами новогодний стол в этих тарелках вы можете подать и порционно а салат вы знаете какой самый часто задаваемый вопрос перед новым годом как мне подавать салат оливье друзья можете порционно подавать его каждому да можете также красиво его расположить и среди декора ну смотрим располагаем сверху и у нас нижняя тарелка остается как подстановочная тарелка друзья не боимся этого то что мы белой тарелки закрыли красивую такую красивый рисунок такой красивый принт этой тарелки потому что у нас с вами будет еще хлебная тарелка в которой этого принт будет достаточно а еще после того как ваши гости уже используют эту тарелку то вам останется только ее убрать и вуаля красота опять снова с вами на столе и так с тарелками разобрались вроде все получилось еще есть такой нюанс обязательно тоже следите что если вы располагаете одного гостя напротив другого они должны быть расположены один напротив другого не наискосок не справа не слева один напротив другого поэтому всегда старайтесь на столе все максимально измерить посмотреть вообще стол эта игра деталей поверьте и здесь все очень важно потому что все находится на расстоянии вытянутой руки от вас соответственно это все очень очень хорошо рассматривается мы с вами переходим к приборам все очень просто приборы мы располагаем на столе от тарелки к внешней стороне а пользуемся мы ими все тоже самое только от внешней стороны к тарелке соответственно мы располагаем приборы таким образом как мы будем их использовать следовать например вилка для салата или нож для салата у вас будет естественно расположен самым крайним да А приборы, которые для основных блюд, они будут самыми ближними к тарелке. Очень просто, все очень логично. Теперь разбираемся с ножом. У нас с вами выбраны приборы профкузин Нью-Йорк. Друзья, роскошные, красивые тоже приборы, достаточно тяжеленькие, я вам хочу сказать. А так тоже мы определяем, насколько приборы, наверное, профессиональные, что ли. То есть нож должен быть хотя бы какого-то веса. Здесь вес есть. Итак, нож. Что мы с ним делаем? Нож у нас всегда в правой руке. Запоминаем, всегда в правой руке. Соответственно, он всегда у нас по правую сторону от вилки. Приборы мы можем располагать с двух сторон. Вот таким образом от тарелки. И это будет правильно. Это, наверное, более официальная такая часть. И то же самое можем делать с правой стороны от тарелки. Друзья, с правой стороны от тарелки. То есть вот таким образом. Естественно, что вы выбираете единый какой-то стиль для всей сервировки. И еще один момент, друзья. Определяемся с лезвием ножа. Лезвие ножа всегда у нас к тарелке. Все правильно. Итак, я выбрала расположение с одной стороны. С правой стороны вначале у нас идет вилка, а затем нож. И нож у нас лезвием к тарелке. Итак, давайте разберемся с ложками. Что делать с ложками? Ложки мы располагаем также с правой стороны. И ложка у нас тоже самая правая. Итак, с этой стороны и с этой стороны. Итак, с приборами мы с вами разобрались. Давайте теперь разберемся, что же за вот эти маленькие тарелочки, которые у меня здесь на столе. Друзья, это хлебная тарелка. А еще и можно называть вспомогательная тарелка. Для праздничного стола она на самом деле очень нужна. И она вас хорошо выручит за праздничным столом. Разберемся по размерам. Хлебная тарелка, это обычно у нас 11, 12, 13, где-то 14 сантиметров. Но также может быть и 16, 18 сантиметров. Запоминаем, до 20 сантиметров желательно. Дальше уже идет размер десертной тарелки. Она чуть больше. Поэтому вот такая красивая, эффектная хлебная тарелка. Помните, я вам говорила, что не переживайте, что мы поставим сверху на рисунок белую тарелку, и не будет видно у нас рисунков. Вот он рисунок, он у нас появился. Не забываем то, что у нас, да, год кролика. Соответственно, красивый очень такой растительный рисунок будет на столе. И расположение этой тарелки. Вы заметили, что я ее так легко и просто расположила с левой стороны от основной тарелки. Да, все верно. Хлебная тарелочка у нас располагается либо ровно по параллели с левой стороны от основной тарелки, либо наискосок под 45 градусов. Я ее также могу расположить. И вот таким образом. Также с левой стороны. Мой выбор все-таки вот так. И расположить, ну что здесь я хочу сделать еще декор. Давайте с вами еще добавим текстильные салфетки. Тоже такой незначительный элемент, но тем не менее мы же с вами делаем праздничную сервировку, поэтому текстиля у нас будет чуть больше. Я располагаю эти текстильные салфетки со стороны приборов. Итак, мы с вами практически на финишной прямой. У нас остались бокалы. Бокалы у нас фирмы Штольц, тоже очень известный бренд. Мы его как располагаем в нашем куверте. Кстати, все, что вы сегодня собираете в профессиональном языке, звучит как куверт. Поэтому если вы теперь где-то слышите это слово, вы будете знать, что такое куверт. Бокал мы располагаем по линии ножа. Друзья, это очень просто. Вы определяете, где у вас есть нож на столе и просто вдоль ножа на острие располагаете этот бокал. Данный бокал мне еще чем понравился, то что у него универсальная форма. Он подходит и для белых вин, но также он подходит и для легких игристых вин. Поэтому даже в новогоднюю ночь можно использовать такой бокал и для подачи игристых. А если мы хотим использовать еще и бокал, куда же мы с вами его должны расположить в нашем, давайте уже профессиональным будем сленгом пользоваться, куверте. Итак, мы его располагаем либо с правой стороны от нашего бокала, либо с левой стороны. Все зависит от вашего приоритета. Что у вас в приоритете употреблять сегодня вечером? Воду или все-таки игристая? В моем случае я оставляю одно игристое, но имейте в виду, если что, это будет выглядеть вот таким образом. Все бокалы у нас должны заканчиваться на линии ножа. Имеется в виду все стекло, поэтому вуаля, у нас также остается нож, стакан, бокал. Итак, друзья, мы с вами разобрались практически с сервировкой. Получилось очень красиво и эффектно, мне кажется, и шикарно. Сейчас переходим к самой волшебной части, это к декорированию. Итак, для декора я выбрала несколько разных опций. Вы можете тоже на свое усмотрение попробовать себя в качестве декоратора также. И можете достать какую-нибудь гирлянду и ее вот таким образом расположить на столе. А дальше уже идет магия красивых эффектных деталей. Так, гирлянда наша со звездочками. Новогодний рождественский букет. Не забываем, что у нас тема все-таки кролик, лес. Да, где-то, возможно, у нас даже, помните, я вам говорила, хижина хоббита. Поэтому немного такой нестандартный букет. У нас нет здесь явных еловых веток, но у нас есть все равно атрибутика Нового года. У нас есть снег, заснеженные ветки, да, у нас есть можжевельник. Кстати, вы не представляете, какой у него аромат просто. И у нас есть обязательно вот такие вот цветочки, которые повторяют рисунок тарелки. И когда вы будете декорировать свой стол, тоже учитывайте это. У нас на тарелке есть вот такие цветы, и они же у нас присутствуют в букете. Вот когда у вас происходит вот такая гармония между посудой и декором, вот тогда и схлопывается вся сервировка, и получается очень эффектно. На этом не все. Конечно же, я сейчас буду добавлять еще детали. Я хочу сюда добавить еще свечи, настоящие свечи, пусть будут. Это же Новый год. Друзья, добавляем с вами свечи. Мы выбрали вот такие свечи, Лина Лапс, российский бренд. Это натуральный 100% воск. И также хочу обратить ваше внимание, то, что здесь фитиль из натуральной такой щепки дерева, поэтому когда вы ее будете зажигать, она будет немножко, так знаете, потрескивать. Такой камин в вашей квартире обеспечен. Вообще, очень много ароматов. Мы выбрали особые ароматы, которые относятся, наверное, в нашем понимании к Новому году. Но, уверяю вас, у каждого он свой. Итак, свечи эти располагаем здесь же на столе. Красиво, кстати, да, они сочетаются и с гирляндой. Почему бы и нет. Я хочу добавить еще сюда вот такие грибочки. Вы тоже можете у себя найти какой-нибудь декор, который имеет отношение к лесу, к полю, ко всему растительному. Быстро его располагаю вот с этой стороны. Я хочу ввести еще один цвет, чтобы он здесь также дал нам изюминку этой сервировки. Вот в таких вазочках. И, вы знаете, еще люблю, когда основной букет, он как бы растягивается по всей сервировке. Тоже так попробуйте. Интересный ход. Еще сюда одну вазочку. Такие пятнышки. И неспроста выбран синий оттенок. Опять же, отсылаюсь на основную тарелку, которая у меня выбрана как основа сервировки. Видите, да, что здесь он тоже присутствует. Можно разбросать еще много разных деталей здесь, которые будут каким-то образом соответствовать новогоднему настроению. Итак, я подготовила еще небольшую такую тарелку с всевозможной атрибутикой новогоднего декора. Листья можжевельника. Друзья, он у нас используется здесь в букете, поэтому почему бы ему тоже здесь не быть. Мы его где-нибудь расположим, можем даже на тарелке, на маленькой. Посмотрите, вообще роскошно. Сейчас все увидите, да. А ежевика также сюда положить как комплиментик, когда только гость сел за стол, а его уже ждет на тарелке ежевичка, да. Бокальчик игристого. И почему бы и нет. Ой, будет стильно очень. Также вы на столе прям можете расположить засушенные какие-то сухоцветы. Итак, я расположила окончательно такой мелкий новогодний декор прям по столу, где-то в тарелочке. И хочу показать вам еще один вариант сервировки. Она тоже может использоваться как новогодняя и в какой-то степени будет использована даже абсолютно с этим же декором. Сделаем с вами несколько изменений. А прежде чем я покажу другую сервировку, лови промокод на дополнительную скидку и помни, он действует ограниченное количество времени. Вариантов сервировки с этой посудой может быть множество. Я, как и обещала, показываю вам второй вариант. Смотрите, у нас выбрана коллекция античность. И вы увидите, как легко можно поменять в целом концепцию сервировки, казалось бы, только одной тарелкой. Вуаля! Оп! И, конечно же, я сюда еще добавлю декор. Вы увидели, что яркие вот эти синие вазочки у нас ушли со стола. Я добавляю вот такие вот вазочки и вот такая форма еще одна. И вернем вот эти ветки, которые были у нас и в первый раз. Добавим побольше можжевельника. Пусть он тоже будет. Совершенно разные две получились концепции. Если первая история, она такая, знаете, у нас более, наверное, торжественная, да, яркая, светлая, то здесь у нас такой тихий семейный ужин, где-то в загородном доме горят свечи, приглушен свет. И вас ждет, я уверена, красивое Рождество. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Я уверена, что вы найдете много интересных идей для своих сервировок. Воплощайте их в жизнь. Впереди вас ждет самое, наверное, волшебное время, время Нового года, Рождества. Поэтому творите, экспериментируйте. Я желаю вам самых красивых, самых теплых вечеров. Наслаждайтесь общением друг друга, зажигайте свечи. И пусть ваш дом придет волшебство. Пока-пока.